Информационные итоги подводит программа «События недели». Здравствуйте, с вами Алина Хасцаева. Северная Осетия отправила колонну с гуманитарной помощью жителям Мариуполя. 23 года назад произошел теракт на центральном рынке Владыкавказа. 18 марта – день воссоединения Крыма с Россией. Северная Осетия накануне отправила колонну с гуманитарной помощью жителям Мариуполя. Это средства первой необходимости и продукты питания. Поддержку оказывают и беженцам, которые прибыли в республику. Общественные организации и политические партии направляют гуманитарный груз в пункты временного размещения. Четыре фуры отправились из Северной Осетии в Донбасс. Людям, которые больше двух недель находятся в изоляции, доставят предметы первой необходимости, средства гигиены, а также продукты – сахар, муку, подсолнечное масло, картофель и минеральную воду. Колонна с гуманитарной помощью выехала из Владикавказа 17 марта. Собрать груз удалось благодаря предпринимателям и частично за счет средств республики. По поручению главы республики Сергея Ивановича Миняйла был сформирован очередной гуманитарный груз. Это 60 тонн предметов. Первая необходимость – средства гигиены, продукты. Этот гуманитарный груз отправляется в Мариуполь, Донецкая Народная Республика. Не первый раз отправляется такая гуманитарная колонна. Не так давно, вы помните, отправляли строительные материалы. Еще до этого формировали колонну, в которую тоже входили предметы первой необходимости и продукты. И, разумеется, есть команда, поручение главы, чтобы вот такие колонны по мере необходимости регулярно формировались и отправлялись. Конечная точка маршрута колонны – Ростов-на-Дону. Оттуда груз распределят по местам. Гуманитарную помощь жителям Донбасса направило и предприятие «Бавария». Это печенье, питьевая вода и тушенка. Партию с грузом для жителей Донбасса отправило и региональное отделение «Единой России». Фура со стройматериалами для ремонта кровли социальных объектов и домов мирных жителей выехала из Владикавказа в Ростовскую область, где расположены пункты сбора и распределение гуманитарной помощи. Помощь оказывают и беженцам, которые прибыли в республику из ДНР. Так, участники акции «Мы вместе» побывали в санатории «Томиск». В центре сейчас 76 человек из Донбасса, 58 из них дети. «Народный фронт. С первых дней пребывания вынужденных переселенцев находимся с ними. Мы уже выезжали и в юность. С первых дней мы оказываем им посильную помощь. Мы привезли сахар, привезли медикаменты, мы привезли и констовары, и развивающие игры. Все необходимое, чтобы нашим гостям было комфортно». Поддержку беженцам оказало и региональное отделение партии «Родина». Представители партии навестили ребят, которых расположили в санатории «Томиск». Детям привезли средства для гигиены и медикаменты. «Когда мы узнали о том, что ребята здесь, мы для себя приняли решение, что мы обязательно навестим. Постараемся помочь тем, чем возможно, но надо сказать, что они обеспечены практически всем. Единственное, чем мы могли в данном случае помочь, это внепланово. Видимо, есть ребята, которые болеют. Вот мы закупили лекарства, привезли их». На базе санатория «Томиск» беженцам из Донбасса создали все условия для комфортной жизни. С детьми проводят и психологическую работу, чтобы им было проще адаптироваться. Они приступили к образовательному процессу. Кроме того, ребята занимаются и в творческих кружках. А часть взрослых трудоустроили в самом центре. «Хочу выразить благодарность всем общественникам, которые и государственным структурам, которые активно нас поддерживают в создании комфортных условий пребывания в нашем центре. Дети все и взрослые обеспечены всем необходимым. Хочу отметить, что дети, их тоже обеспечены учебниками и канцелярскими принадлежностями». В республике продолжают работать пункты приема гуманитарной помощи для людей, которые были вынуждены покинуть свой дом. Внести свой вклад может любой желающий. Алина Хосяева, Елена Смирнова, Александр Суанов, Михаил Безуглов, Давид Костанов. 15 регион. Сегодня в Северной Осетии вспоминают жертв одного из крупнейших терактов на территории республики. 19 марта 1999 года на центральном рынке прогремел взрыв. В результате погибли 52 человека, 168 получили ранения. Взрыв прогремел около центрального торгового павильона. Кирпичная стена в мгновение превратилась в руины, похоронив под собой десятки людей. Остальных накрыли взрывная волна и осколки. Исполнители теракта осудили в 2003 году. 18 марта день воссоединения Крыма с Россией. Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после референдума в 2014 году. Тогда большинство жителей высказались за вхождение в состав России. Своими воспоминаниями о тех днях и о том, как изменилась жизнь крымчан, рассказал представитель Северной Осетии в Крыму Валерий Савлаев. Ровно 8 лет назад Крым официально присоединился к России. По прошествии этих лет, что можно сказать, насколько это событие было значимое для России и лично для вас? Для нас крымчан это было особое значение имело, потому что мы давно хотели войти в состав Российской Федерации. Мы помним эти дни, это очень волнующие, очень сложные времена, которые были. Помним то волнение, которое происходило у каждого во время событий на Майдане. Мы помним помощь, которая была оказана, прежде всего, Российской Федерацией, Северной Осетии. Мы помним гуманитарную помощь, которая была оказана 8 лет назад. Поэтому мы с благодарностью сегодня обращаемся к вам, благодарим вас за то, что вы были вместе с нами. Это очень много делается за эти 8 лет в Крыму, очень много. И это и мост, и это и дорога, и аэропорт, больницы и так далее. Я хочу, пользуясь случаем, поблагодарить Республику Северной Осетии, граждан. Мы города пообратимые. Я хочу сказать, что 4 города пообратимые. Это Ялта, Владикавказ, Беслан, Гурзуф, Ордонский муниципальный округ с Ялтинским. Недавно породнились и Аллагир с Алуштой. И это дает возможность и надежду на то, что наши отношения будут еще сближаться, и мы больше узнаем друг о друге. Давайте попробуем вспомнить 18 марта 2014 года. Какие эмоции вы тогда испытали? Прежде всего я хочу сказать, что было до 18 марта. Вот когда были события на Майдане, мы все переживали. Все переживали, были в таком каком-то напряженном состоянии, потому что вот националисты, они приезжали, ломали памятники по всем городам Украины тогда. Мы им не дали, особенно Севастополь, не дали. И вот какое-то беспокойство за будущее, конечно, давало себе знать. Но когда появились вот первые солдаты, которые там стоят, там стоят, мы почувствовали уверенность в каком-то будущем. Это незабываемое чувство. Ну и естественно, и еще против русского языка были вот так, такие приняты были решения, чтобы запретить русский язык. И это мы задумались, и тогда вот результат является то, что более 90% голосов было во время референдума за воссоединение с Россией. Я хочу сказать о том, что вот осетинская община Крыма, дружба народов, мы одним из первых поддержали правительство Республики Крыма о проведении референдума. Мы вспомним гуманитарную помощь, которая была оказана. Мы помним и финансовую поддержку, которая была оказана. Помним, вот в прошлом году был у нас очень сложный год в Ялте, очень сложный год, когда и потоп, и что только не было у нас. И сразу же в первых дней привезли воду для ялтинцев, это бывший глава Республики Бетаров. И потом уже 40 тонн привезли под меня, Сергей Иванович. Спасибо всем для ялтинцев. Что касается 18-го числа, это было уже ликование, когда мы уже узнали итоги. И осетины, они неравнодушны к тем событиям, которые происходят здесь, в Крыму. Но я хочу в свою очередь сказать, что и крымчане неравнодушны, это и бесланские события, когда были тоже очень много, большая поддержка была и помощь. Мы как-то чувствуем друг друга и поддерживаем друг друга, поэтому это прекрасно, понимаете, это знают люди. И не только историческая связь наша о том, что здесь были наши предки Иоланы, но и сегодня это продолжается помощь и поддержка. Мы чувствуем плечо друг друга. Вы смотрели события недели. Больше новостей вы можете найти на сайте 15-й регион.ру, на наших страницах в социальных сетях, а также на YouTube-канале. А я благодарю вас за внимание. До новых встреч.